Итак, меня слышно? Слышно и видно меня? Отлично. Здравствуйте, уважаемые друзья! Поздравляю вас с Новым годом! Каждый год в этот день мы дарим подарки другим и себе. Желаем счастья, желаем успехов. А вот что такое счастье? Счастье, мне кажется, субстанция нематериальная. Это, скорее всего, состояние. И думаю, что вы согласитесь, что мы счастливы бываем тогда, когда достигаем успехов, решаем достойно проблемы. На мой взгляд, счастье еще и в обретении знаний, в нахождении ключей для достижения успеха. Вот это все, на мой взгляд, есть в инструменте, который мы сегодня будем обсуждать. Поиск разновекторных стратегий, решение проблем, заложенных в магических историях. Если не сложно, напишите, пожалуйста, в чат, что такое магия. Вот более 20 лет этот инструмент я изучаю. Ищу, опробирую техники применения. Я знакомилась с ним студентов, ординаторов. Сегодня знакомлю вас. Этот инструмент для тех, кто не ждет готового знания. Готовое знание, как вы понимаете, информация, которую надо запомнить, ну а потом повторить близко к тексту. Аксиома педагогики. Знания появляются только тогда, когда идет процесс понимания информации. То есть пропуская через себя информацию, мы выходим на знания. Итак, цель сегодняшней встречи – предоставить вам информацию о поиске стратегии решения проблем с помощью старитейлинга. Стратегии определяют, как искусство рассказывать историю. Но не только. Прошу вас быть активными. Пишите в чат свои комментарии и предлагайте свои подходы. Сегодня будет много практики. И вы можете попробовать себя в роли мага. Магия – это… А что ж такое магия? Мы тут видим, что магия – это когда ничего не работает, а потом программист нажимает «отлично», «замечательно». Магия – «отлично», «замечательно», «великолепно». Итак, мы с вами уже, наверное, часто используем этот инструмент магии. И я сейчас хотела бы обратиться к вам вот с каким тезисом. Магия – это трансформация. Магия – это перевоплощение. Магия – это то, что делают актеры. Вот недавно я читала книгу актрисы, княгини Монако Горейс Келли, и она написала великолепно. Она написала, что магия перевоплощения – это мастерство стать тем, кого анализируешь, но оставаясь самим собой. Вот эта способность анализировать, оставаясь самим собой, нам сегодня потребуется. Итак, суфильские притчи. Начнем с притчи. Я вам сейчас ее расскажу. Ученик обратился к магу. Вот ты рассказываешь нам истории, но не объясняешь, что они означают. Почему? Маг ответил. А когда ты покупаешь апельсины, ты просишь продавца, чтобы он попробовал их вместо тебя, а тебе оставил лишь кожуру. Пробовать самому сложно. Очень сложно. И поэтому человек сталкивается очень часто с большим количеством трудностей. Я попыталась на этом слайде показать различные векторы, в которые может попасть человек, когда ему бывает непросто. Но когда ему бывает непросто, в этом и есть большое преимущество, согласитесь с этим, потому что он уже идет по пути самопознания. Трудностей много. Вот сегодня информации много будет, а времени всего один час. Более того, мы с вами все разные, незнакомые друг к другу. Мы разные по возрасту, жизненному опыту, по взглядам, привычкам, убеждениям. Мы взрослые, а вот как замечают те, кто занимается обучением взрослых, это педагогика-андрогогика называется, что у взрослых есть такая тенденция, что они иногда сопротивляются процессу обучения. И поэтому взрослых учить очень сложно. Более того, сколько людей, столько готовых ответов. Каждый видит то, что хочет видеть. Вот если мы с вами вспомним сейчас Дон Кихота, то он хотел встретиться с великаном, и поэтому сражался с ветряными мельницами. В чем еще трудность? Ну, трудность может быть еще в том, что очень трудно увидеть проблему. Трудность заключается в выборе стратегии решения этой проблемы. Вот сегодня я буду давать свое видение. Естественно, оно субъективное. А почему? Ну, потому что абсолютных истин нет. А мне бы очень хотелось, чтобы вы в чат писали свое видение, а мы потом с вами обсудим. Потому что, как говорил Бернард Шоу, если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы обменяемся этими яблоками, то у нас будет по два яблока. А так как нас сегодня много, то, естественно, может быть очень много идей. Вот возникает вопрос. А вот как же нам справляться с трудностями? На этом слайде я бы пыталась вывести причины сопротивления переменам. Кто хочет изменений? Посмотрите, сколько поднятых рук. А кто хочет изменяться? И руки уже не поднимаются. Может быть, только некоторые. Поэтому мы с вами можем сейчас сказать о том, что нельзя пользоваться шаблонами и стереотипами. Не надо бояться выглядеть смешными, наивными. Если вы читаете хорошую историю, а она будет хорошей тогда, когда в ней скрыт смысл, когда скрыта какая-то тайна, ее закодировал автор. И вот некоторые могут спросить, ну а зачем такие сложности? Давайте говорить все просто, как оно есть. Ну, например, человек создан для того, чтобы учиться. Многие наши школьники с этим, может быть, и согласятся, но быстро забудут. Дело в том, что учиться не все любят. Или даже, вернее, не любят. Я неправильно выразилась. Учиться не все умеют. И поэтому первое, с чего надо начать, это научить учиться. И этому мы сегодня с вами будем тоже посвящать довольно-таки много времени. Но мы будем учиться, рассматривая истории. Истории, которые цепляют. Они цепляют завуалированным каким-то смыслом. И вот когда мы начинаем разбираться с этими различными закрытыми для нас первого взгляда темами, то мы приходим к какому-то пониманию, к какому-то озарению. А иногда хочется крикнуть «Эврика». То есть тогда мы начинаем с вами уже распаковывать историю. Здесь два определения. Что такое стратегия и что такое стратагема. Стратагемы мы применяем с вами очень часто. Когда пытаемся выстроить какое-то поведение и не говорим о всех тех нюансах, которые бывают. Стратегия – это вещь более сложная. И к ней необходимо подходить очень серьезно, потому что неверно выбранная стратегия, она может привести нас к неясным целям. Здесь некоторая фраза из «Алиса в стране чудес». И прочитав ее, мы с вами можем сразу понять, что для того, чтобы идти к цели, необходимо ее четко для себя сформулировать. А потом уже заниматься и стратегией, и стратагемами и так далее. Думаю, что вы в этом согласны. Ну, начнем с практики. Перед вами картинка. На ней два плуга. Ну, для того, чтобы поговорить об этом, я вам дам чуть-чуть времени. Попробуйте подумать и сами написать какой-либо текст. А я пока вам буду рассказывать истории. История первая. Вернее, даже не история, а притча. Сократ шел по дороге, а навстречу ему путник. И он спрашивает, «Вот каковы люди в Афинах?» А Сократ спрашивает, «А какие люди из того места, откуда ты идешь?» «У нас в Арагосе люди щедрые, добрые, счастливые», отвечает путник. «Вот и в Афинах такие же». Идет Сократ дальше. И вот догоняет второй путник и задает ему такой же вопрос. Второй путник отвечает, «Иду я из Арагоса». И там люди злые и нечестные. На что Сократ отвечает, «Вот и в Афинах такие». То есть для того, чтобы нам с вами принять какие-то решения, нам нужно провести процесс осознания. Он, естественно, зависит от интеллекта человека. Следующая история. Когда Эйнштейна спросили, в чем различие его интеллекта и интеллекта других людей, он ответил так. «Если люди ищут иголку в стоге сена, то большинство останавливается, когда найдут ее. А вот я ищу вторую, третью, а если повезет, четвертую, пятую». Ясные цели, удачная стратегия и возможность избежать этих ловушек. Ну, пока у вас проплуг не появилось, а я попробую тогда озвучить свою версию. Но, или подожду чуть-чуть, давайте еще немножко подожду. Может, вы напишите, о чем эта история, или попробуйте написать хотя бы основную идею этой истории. В чем различие? А я пока расскажу еще одну историю. Мыша там всего несколько дней от роду. Они пищат, бегают, и вдруг их накрыла огромная черная тень. Они повернули свои крохотные головки, а там огромный черный кот. Если бы кот умел говорить, он бы, наверное, сказал, «Время обедать!» Но тут быстро, как молния, мать-мышка встала между детишками, а потом громко закричала, «Брысь, брысь, брысь!» Кот повернулся и, опустив хвост, пошел в своясе. Вот, на мой взгляд, здесь в этой истории две стратегии. Стратегия оптимиста и стратегия пессимиста. Мать-оптимист, она бы, наверное, сказала мышатам, «Дети, учите языки!» Великолепная стратегия. Говорить так, чтобы враг вас понимал. А вот мать-пессимиста, наверное, бы не успела. Так, у нас в чате появились замечательные... Отлично! Высказы! Молодцы! Великолепно! Хорошо! Из старого плуга можно сделать тот, на котором можно работать. Ну, если его, конечно, почистить, то можно. А я вам сейчас попробую дать свою версию. Моя версия такая. Вы молодцы! Спасибо! На картинке два плуга. Ну, можно придумать так. Когда-то хозяин купил два плуга и поставил в сарай. Но один был плуг капризный и сказал, «Не хочу работать, копаться в земле очень мне надо. Я такой умный, я буду сидеть здесь». Ну, он остался сидеть. А второй пошел работать. И чем больше он работал, тем больше он был похож на новый плуг. А почему? А потому что тот, кто не хочет работать, он не хочет применять свои знания. И они устаревают. И поэтому, если это все суммировать, то можно сказать, глядя на эту картинку, идея будет заключаться «Знание – сила». «Знание – сила». Так, встретились два плуга, большой плуг. Отлично! Молодец! Вы сказочник. Хорошо, Дина. Великолепно. Вот видите, как легко и просто начинает рождаться у вас история. А мы сейчас с вами пойдем дальше. Пойдем дальше и углубимся в очень интересный формат размышления. Перед вами граф. Графологическая структура. По знакомой нами с вами сказке. Сказка Самуила Маршака, сказка о глупом мышонке. Вопрос. А прав ли автор, так назвав свою сказку? Как вы считаете? На мой взгляд, неверно. Почему? Кто здесь глуп? Мать – мышонка. Мышонок. Няньки. Наверное, все глупы, кроме кошки, которая использовала хорошую стратегию. Нянька – киллер. А почему вот ребенок капризничает? Ну, может быть, если мама глупа, то у нее и будет ребенок капризничать. Ведь она умудрилась воспитать капризного ребенка, тем, что сама-то рядом не присутствовала в процессе его взросления. Она набирает шесть некудышных нянек. Седьмая нянька, мы уже сказали, кивер. Мать сама не занимается ребенком, где-то бегает. Вот он и капризничает. Ему же больше ничего не остается. Ему не няньки нужны, ему мама нужна. Мама, которая научит разбираться, что хорошо, что плохо, кого надо бояться, кого не надо бояться. И поэтому проблема, мне кажется, вот в этом, вот в этой сказке заключается в детско-родительских отношениях. Вернее, в отсутствии воспитания. А если ребенку воспитание не дать, то тогда ему грозит беда. Итак, я расскажу сейчас историю о том, как воспитывают орлов. Мама и папа орел очень заботливые родители. Они свели гнездышко, выслали его пухой, мягкой травкой. Ветеныш открыл глазки и увидел, как мама вытащила из-под него пух и выбросила из гнезда. На следующий день родители, принося червячкам, уносят ту веточку, ту другую веточку. Малыш подрастает, ему неуютно сидеть на жестких ветках. А тут папа берет и носом выкинул из гнезда своего детеныша. Хорошо, что еще успел поймать и отнести гнездо. Вот так воспитывает орлов. Наверное, спартанцы у них приняли эту стратегию. И я предлагаю вам заглянуть в стратегии, которые подготовил Шефер, стратегии оптимистов и это орел и стратегия уток. И находя различия между ними, мы можем с вами сейчас тоже начать рассуждать. Я думаю, совершенно верно, Зоя, я согласна с вами, что мать не может справиться с ребенком и поэтому отдает его кому попало. Но они же тоже не справятся с этим ребенком, согласитесь. Значит, надо продумать стратегию, кому отдать ребенка, если он капризничает. И почему он капризничает? Самая главная проблема это, почему ребенок капризничает. Может быть, он плачет, потому что ему страшно, а может быть, он плачет, потому что ему больно. Вот когда мы разберемся с этой проблемой, тогда уже надо будет применять меры. Согласны? Итак, а мы идем с вами дальше. Я не буду анализировать этот слайд, я так думаю, вы к нему потом вернетесь и на него посмотрите. Главное сейчас для нас с вами практика. И когда мы говорим о практике, то, естественно, нельзя на вебинаре просить вас выполнить такую сложную задачу, как написать логлайн к сказке, например, «Колобок». Я здесь подобрала вам определение логлайна, я подобрала вам вопросы, на которые надо ответить. Самое главное, что когда вы будете выполнять эту практику, что надо будет выйти на одну фразу, на одно предложение, может быть, на одну строчку. И в качестве примеров я тоже даю вам из «День Сурка» и «Побег из Шаушенка». Примеры логлайнов. А мы с вами сейчас перейдем непосредственно к анатомии стратегии. Мои логлайны к сказке «Колобок». То есть мы еще с вами не рассматривали эту сказку, мы только с вами сейчас будем погружаться в поиск проблемы, проблемы, а потом к поиску стратегии. Итак, как рожденный без любви становится нарциссом? Не ешьте меня, я сам себя отдам на обед, как любовь к самому себе сокращает жизнь, когда добро к себе оборачивается злом, кто убегает, того догоняет. То есть этот список можно продолжать и продолжать, продолжать. мы начинаем включать свой мозг для того, чтобы начать думать. Итак, начинаем. У каждого героя в колодке своя стратегия. Это только на первый взгляд история о хлебобулочном изделии, который хотят все съесть. А может дело в другом? Старуха и старик, они люди-то пожилые. Вот они родили себе сыночка, который будет за ним ухаживать в старости. Они этого хотели, но дети, как это бывает, имеют другие желания. И я попыталась Лаглайнах дать разные подходы. Итак, что знает колобок? Ну, наверное, он знает о том, что он вкусный и что его хотят съесть. И он хоть маленький, но собрадительный, наверное, родился. Замесили ты его очень хорошо, из хороших материалов. Можно даже сказать, что он хитрый. Можно даже сказать, что он обладает стратогемным мышлением. Напомню, стратогема это умение строить ловушки для других. И поэтому он сочинил песенку, спрыгнул с подоконника и отправился. Вот эта стратогема работает на мужчинах. Кто ему там попадается? Одни мужчины. Но не сработала эта стратогема на женщине. Лиса она хитрая и ее стратогема оказалась мощней. Она не стала говорить я тебя съем. Она не стала говорить что он плохой и так далее. Она стала ему льстить. Льстить ему тщеславию, хвалить. Ну и в результате он попался, она победила. А почему? А потому что колобок слышал только самого себя. Он влюблен только в самого себя. Вот этот феномен можно назвать феномен нарцисса. Он поет о том какой удачливый. Он верит что он непобедим и теряет осторожнее. А главное это неверная стратегия. Тот кто убегает того ловит. А как вы считаете? можете написать в чате. Вот я подготовила практику задания и если будет желание вы потом попробуете выйти на другую стратегию, потому что это разновекторные треки. Уверяю вас, что это не только интересно, но это полезно для здоровья. Потому что как посчитал Кирилл Ефремов в истории штаб-квартира личности наш мозг содержит 10 в 11 степени нейронов, образующих 10 в 15 степени синапсисов, а их работа напоминает попадание в цель залпом картинчей. Вот например, если 100 муравьев тащат одну гусеницу, то кто-то будет мешать нести эту гусеницу, но ее все равно доставят на место. Поэтому если когда в нашем мозгу есть информация, то из множества вариантов мозг обязательно найдет ответ. Ну а чтобы мы его услышали, увидели, почувствовали, у нас до этого есть скорее больших полушарий, некое такое поле, где мы можем размышлять, где мы можем упражняться, где мы можем разбирать истории различные. Ну какую историю? Теперь давайте с вами перейдем к другой истории, она вам знакома эта история, называется она «Репка». Я ее, эту историю попробую раскрутить с позицией бизнесмена. Проблему свою лучше решать на чужом поле или на чужом огороде. и поэтому мы отправимся на огород, где дед посадил репку. Я вам сейчас представлю свой анализ этой сказки. Что мы видим? Мы видим, что один мужчина, начальник, дед, шесть дам, если считать репку дамой, какой он старик? Трудолюбивый, хороший организатор, но недальновидный и с ригидным мышлением. Его команда не команда, это гетерогенная группа кооператоров каких-то. Они состоят из врагов. Кошка никогда не дружит с мышкой, жучка с кошкой. Ну, наверное, детсбабка не всегда бывает в единогласии. Вот этот проект посадки репки ничего им не принес. Ни денег, ни еды, ни почести, ни наград. Они потеряли время даром, потому что съесть огромную и тяжеленную вот эту репку, даже смешно, она несъедобная. Вот кстати, да, еще, если сложить вес группы, я попыталась здесь, ну, утрированно, конечно, написать, кто сколько весит, из вытаскивающих репку, но можно сказать, что кто-то делает и видит, что тащит, то есть вклад каждого не учтен, надо смотреть, а старик этого не увидел. Дальше. Вот кого нет в этом проекте, давайте посмотрим, кого здесь нет. На мой взгляд, здесь нет родителей девочки. Может быть, они понимают бесперспективность проживания в этой деревне, а может быть, родители девочки тоже унаследовали такую ригидность мышления, и они не понимают, что такой вот опыт ведения дел дочку хорошему не научит. Более того, все занимаются делом, которое не принесет пользы, то есть у них, по идее, нет критического мышления. Но неужели так все плохо? Да нет, конечно же. В этой сказке помощь пожилым, силовая зарядка на воздухе, попытка врагов сблизиться, они же занимаются одним делом, но негатив в том, что репка вместо товара на продажу превращается в скамейку для отдыха. Более того, репка дам пожилая, ее вытащили из дома и бросили на улицу. Судьба то ее печальная, детей нет, друзей нет, а почему? Много ела, много пила. Вот и набрала лишний вес. Мораль. Каждому проекту и делу прикладывайте репку. Репка семечка начало проекта, репка подросток, развитие проекта, репка девица на выдание, пора проект закрывать, пока репка не стала старой и неинтересной для других. Вот дед дожил до глубокой старости, но он так и не понял, что надо все делать вовремя. Поэтому я называла эту стратегию первопобеды или, как хорошее дело, может превратиться в головной бой. на мой взгляд, проблема в том, что никто не сказал, что надо остановиться. Зачем делать действие ради действия? Мы же с вами говорили, что для решения проблем требуется ясный ум, умение смотреть на проблему, а не прятать голову, надеясь на вось и не цепляясь за одно решение. Но это мой анализ. Советую вам поискать также скрытые смыслы, а мы перейдем к другому. Мы перейдем к философской сказке Александра Сергеевича Пушкина. Она нам даст ответ, в чем смысл жизни, что такое любовь. Кстати, вот Александр Сергеевич Пушкин написал эту сказку в 34 года, почти перед смертью. И написал он ее, наверное, не просто так, он вложил в нее такие смыслы, о которых стоит задуматься. У нас три персонажа, три стратегии жизни. Ничего не производящая старуха все имеет, но ничего не ценит. Ну, оно понятно, путь потребителя. Поэтому и Пушкин оставляет ее у разбитого корыта. Посмотрим на стратегию мужа. Если мы будем читать сказку, часто там есть такие фразы «Покоя хочу, хочу покоя». Он хочет покоя, и он любит свою старую, злую, некрасивую, жестокую жену. Любит или делает над собой усилия и не обращает на нее внимания, чтобы остаться в покое. Это тоже вопрос. Рыбка творец. Он мог бы обратиться к рыбке и сказать, что хочу красивую, молодую, здоровую, хочу много. Но он хочет это все для своей жены. Поэтому можем все-таки сказать, что он ее любит. И 33 года прожили. Кстати, 33 года это очень такая цифра интересная. Рыбка творец. Она трудится для других, но не для себя. Но вот мне вопрос, почему рыбка, которая может построить дворец, может сделать ее царицей, не смогла взять и выпутаться из той сети, в которую она попала. А может быть великий Пушкин нам специально отправил к пожилым, к бедным рыбку, чтобы они задумались о своих желаниях, захотели измениться. Ну а как вы считаете? Вот здесь тоже можно разные версии предлагать, применять и анализировать уже с других подходов. Но в данном случае, мне кажется, здесь есть такая фраза «Люди, бойтесь своих желаний». То есть для того, чтобы чего-то пожелать, необходимо все-таки осознанно подойти к своим потребностям, к своим желаниям, рассмотреть их, проанализировать, подойти к нужной стратегии, и тогда будет нам с вами счастье. А мы переходим с вами сейчас к следующему, к следующей стратегии, к ключ к стратегии преодоления страха. Если вы прочитаете эту притчу, она частично здесь написана, ее автор Николай Рерик, называется она «Страх». Давайте размышляем и поищем проблему, поищем стратегии, поищем ключи к объяснению. Кстати, попугаи ничего не знают и другого сказать не умеют. И поэтому здесь есть некое иносказание. Есть много птиц, которые говорят то, чему их научили. А у дивьевого камня за медвежьим оврагом сидел старик. Он ловил птиц ловушками хитрыми. Он учил каждую птицу одному слову. Поймает старик птицу и учит ее. И бледнели путники, и рабели, услыхав страшные птичьи слова. А старик улыбался. И шел старик к лесу. Ходил к реке и слушал птиц и не боялся. Только один он и знал, что они ничего другого не знают и сказать не умеют. вот такой интересный в данном случае нарратив. Здесь очень интересных много различных посылов. Но если мы с вами попробуем поработать со страхами, то тогда и выйдем на некоторые другие вещи. Итак, старуха 33 года жила с нищим стариком. Значит, она его тоже любила. ну а куда ей деваться-то? В старости смерть близко и она захотела пожить как человек. Ну естественно, но какой человек? Человек-то какой? Человек, неблагодарный? Человек, который не ценит ничего? Человек, желает то одно, то другое, то третье? Человек, который всему недоволен? Вы абсолютно правильно здесь делаете акцент. Можно с этой стороны старик неудачник. Ну почему? Старик дожил до преклонного возраста со старухой. Значит, они уже удачники. Удача им сопутствовала, они остались живы. Они живут у моря, они любуются восходами, закатами. У них есть дом, пусть плохой, но есть дом. Но у них есть главная ошибка в жизни. Они остались одинокими. они остались абсолютно затуманенными какими-то целями. Вот мне бы хотелось наверное здесь продолжить Дина, большое спасибо за этот комментарий, вашу фразу тем, что а может быть Александр Сергеевич Пушкин сказал ребята, а вы изменитесь, а перестаньте вы вести ту жизнь, которую вы вели. Выберите ту стратегию, которая приведет к вас к успеху. Но нельзя столько времени оставаться в таком состоянии, в котором они были. Но это можно тоже поговорить об этом, но сегодня к сожалению нет времени. спасибо большое Дина. Итак, мы с вами сейчас переходим к старитейлингу как искусству, как к новой технологии подачи информации. Знаете, какие слова-то замечательные. Искусство, новая технология подачи информации. Профессия старитейла на мой взгляд наиболее сейчас востребована и не только на мой взгляд, но и специалисты об этом пишут, особенно в цифровом старитейлинге. Цифровой старитейлинг как вы знаете метод электронной коммуникации. Это организация мультимедийного контента вокруг какой-то одной истории. То есть можно даже сказать, что цифровой старитейлинг это современная маркетинговая технология для продвижения продаж в интернете. И появляется новый формат рассказывания историй. Он называется лангрид. Это лангрид это большой по объему материал, он развивается на части с помощью мультимедийных элементов. Фотографии, видео, инфографика и так далее. Но ведь главное это история. Историю, которую нужно уметь написать, уметь подать. Это сродни даже литературному произведению. Искусство рассказывать истории там соединяется с использованием фото, анимации, видео. огромные массивы данных объединяются в один формат. Что там главное? Главное, на мой взгляд, погружение в историю. Главное глубокая проработка темы, интерактивность, оформление. То есть история не только должна отвечать на вопрос что, где, когда, но и давать ответы на вопросы зачем и почему. Это то, чем мы с вами сегодня занимаемся. Кстати, мнение экспертов склоняется в пользу того, что цифровой стритейлинг будет только набирать популярность и будет одним из самых удачных способов предоставления большого массива данных. И, естественно, он будет активно монетизироваться, большим количеством маркетологов, вебмастеров, арбитражников и так далее. Мы с вами знаем, что ни один успешный сайт сегодня не обходится без стритейлинга и без человека, который пишет историю из стритейлина. Следующий слайд дорогу осеет идущий. Вот что можно, когда мы с вами пишем истории и что нужно. Здесь две очень яркие картинки, на мой взгляд. Дорогу осеет идущий, то есть кто что-то делает, что он делает. Он изучает различные техники, он изучает теорию и он занимается практикой. Он пишет, он пишет искренне, эмоционально. эмоционально. Мы, если бы будем акцентировать на том, что главное не распыляться на множество смыслов, а иначе тогда аудитория может потерять фокус. Что надо уметь выбирать одну ключевую мысль в послании и придерживаться ее в ходе истории. Создавать напряжение, какие-то неожиданные повороты в истории, показывать реальных людей, с которыми человек может себя ассоциировать. Надо быть искренним, не бояться показать, что мы неидеальны. Вот это как раз укрепляет доверие. При этом любая история, даже из сегодняшних всех тех историй, которые я вам рассказывала, она включает три элемента. Персонаж, конфликт и развязка. Вот стритейлинг, он универсален. Он годится для любой сферы, для любой профессии. Он решает разные задачи. Ну и, естественно, при правильной подаче стритейлинг, он уже не будет восприниматься, например, как реклама. Есть минусы в технологии стритейлинга и очень большой. Он сложен. И каждый человек может написать хорошую историю. Этому надо учиться. Учиться воздействовать на аудиторию. Сейчас я хотела немножко представиться. на этом слайде мой роман, он называется «Страглеры». Сестра его писала более 30 лет. Почему так долго, вы скажете? Ну, Гёте Фауст писал 60. Так что, наверное, мы еще поторопились. Здесь есть дипломы с международных литературных конкурсов на историю урок любви. Всегда находишь то, чего не искал и так далее. рассказ, новый рассказ сейчас оценивать на конкурсе «Новая фантастика 2022». Вот на этом же слайде есть диплом о том, что я училась на стеллитейлера, училась писать истории, получила эту профессию. Кстати, стеллитейлеров не готовят в вузах, готовят на различных курсах. Ну, и я тоже могу пригласить вас на курс, который будет называться «Стритейлинг». Учимся писать, рассказывать истории, находить стратегии решения проблем, осваивать техники, составлять ассоциативные треки, анализировать ментальное кино в кинетатии своего сознания, искать смыслы в историях. Немножко я показала, как я это делаю, и можно даже послушать мой дипломный проект. Вот здесь есть QR-код и есть ссылка. проблема заключалась в том, что когда завершала курс «Стритейлинга», надо было выполнить дипломный проект и рассказать историю, уложившись три минуты. Это очень сложно. И если вы захотите, вы можете послушать, ну, а потом поделиться своим мнением. я на всякий случай хочу прочитать то мнение, которое было высказано в рецензии на мою работу моим преподавателем, актрисой, режиссером театра-мастерской Брусникина, педагогом по актерскому мастерству и сценической речи МХАТа Анастасией Великородной. Вы можете это прочитать и согласиться с этим или не согласиться. Буду признательна, если вы пришлете свой отзыв на эту историю, а еще лучше на роман Стравлеры. Роман 12 глав я выложила в интернете, правда, романа в книжных магазинах сейчас нет, только у меня остались книги. И по этому фрагменту я хотела бы вам предложить сделать после того, когда у нас закончится встреча кейс. Кейс будет называться «Стань соавтором». Я взяла из своего романа Стравлеры и история сводится к следующему. Я не буду зачитывать текст, это целая глава, я остановлюсь только на фабуле. Средневековый замок, темное мрачное помещение. Девушка открывает глаза, чувствует боль и понимает, что она в плену. Ей страшно. Страх не должен прирасти в ужас. Но надо понять, где она. Ближе к потолку окошко. Видно, как там ходит охранник, чтобы раздобыть информацию о месте, она начинает громко петь. Тем самым привлекает внимание простой фили-охранника и узнает, кого в плену. То есть первая стратегия петь сработала. Когда дверь открывается, то она с удивлением видит бывшего управляющего, который много лет наживался на том, что отнимал деньги у отца слепого мальчика. Он решила воспользоваться стратегией молчать наблюдать. Кстати, эта стратегия чуть не привела ее к трагедии, но вмешался главный враг, третий мужчина, и к нему она уже применила третью стратегию. Я не буду описывать, как развернулись события. Дальше я вам предлагаю кейс разработать стратегию поведения, когда человеку бывает страшно. И для того, чтобы не перевести этот страх в ужас. Попробуйте, если захотите. В поиске стратегии нам с вами помогут различные техники. Техники и приемы. Вы можете познакомиться с этими техниками, которые я здесь предложила. Можете найти какие-то другие, но без техник никуда не уйти. Тем более, что на сегодняшний день их довольно-таки много, они описаны. и читая историю, анализируя сказку, вы можете превратиться в коллекционера, в собирателя истории. Вы будете учиться уже сейчас ритейлингу, учиться писать, учиться рассказывать истории, а ведь это так важно. Ведь мы с вами живем среди людей. мы хотим быть для них полезными, значимыми, мы хотим помочь самому себе в решении каких-то проблем. Ну и для этого необходимо осознанное понимание той проблемы, то есть уметь эту проблему сформулировать, уметь эту проблему рассмотреть с разных позиций и найти стратегию. А любая стратегия, она подобна поезду, движется строго по расписанию. Но если мы сядем не в тот поезд, то он и придет не туда, куда мы хотим. И тогда не надо пенять на поезд, он-то не виноват. Значит, нужно учиться, нужно понимать, кто мы, какие мы, чего мы хотим. Вот ответы на эти вопросы есть в различных историях. И когда мы начинаем раскрывать эти истории, мы становимся магами. История превращается в магическую историю. И там мы находим с вами различные смыслы. Вот как в сказке про Кащея. У Кащея смерть на острие иглы, игла в яйце, яйцо в птице, птица в сундуке. Итак, зачем такие сложности? Не проще ли взять и написать всё чёрным по-белому, как оно должно быть? Это не проще. Дело в том, что проблема в самом человеке. Человеку не нравится, взрослому человеку не нравится, когда его учат. Многие любят учиться на своих ошибках. И поэтому нельзя выбрасывать тот колоссальный багаж мудрости, который на сегодняшний день спрятан за кодиром в различных историях. Это на мой взгляд. Дальше. Мы с вами понимаем, что искусство старинтеллинга это не ремесло. Более того, мы с вами можем на себе почувствовать, как мы ждём какой-то истории, когда мы смотрим фильмы, читаем, как мы переживаем за героем, радуемся, волнуемся, когда он решает проблемы, ждём счастливого конца. А если мы с другой стороны посмотрим, а как создавалась эта история, какая основная идея, что эта история нам даёт, какие новые ключи для понимания нашей жизни, для понимания самих себя, для понимания наших своих детей, для понимания ясных целей, то тогда мы уже начинаем эту историю воспринимать совсем с других позиций. Вы со мной согласны? Но, к сожалению, на сегодняшний день ещё мало считают. Это большая проблема. Поэтому, если вы хотите воспитать своих детей самих себя в духе, самым воспитанием обязательно надо заниматься в духе успешного человека, то давайте с вами начинать коллекционерами становиться, коллекционировать интересные истории, искать различные смыслы. Вот я желаю вам не ждать золотую рыбку, а стать для самого себя и аналитиком, и диагностом, и стратегом, и терапевтом, коллекционируя истории. Счастье и понимание причин счастья. Я приглашаю вас на курс, если он будет, где мы с вами попробуем учиться, учиться писать истории, познавать себя, познавать других. Нам либо и в печали, когда все в наших руках, когда есть стратегия, то мы можем вас взять и начать делать. Очень замечательные фразы вы сегодня пишете. Мне так приятно все читать, то, что вы даете в чате. Мне бы очень хотелось послушать сейчас ваших вопросов. Я благодарю вас за активность. Ну и постараюсь вам ответить на те вопросы, которые сегодня здесь могут появиться. Я на этом, кстати, слайде написала несколько только авторов, которые помогали сегодня мне вести этот вебинар. К ним относятся Александр Сергеевич Пушкин, Рерих, Таранов, стратегия мудрости, Оуэн, магические метафоры, законы победителей, очень хорошая книга, мудрая и истина, стратегия успеха, искусство системного мышления, книга эффективных техник и вот эта вот часть о цифровом стритейлинге, о цифровом, стритейлинге, который я взяла в статье Натальи Дорофеевой. Еще хотела сделать акцент на техниках. Техник очень много. Одна из техник, многие техники были показаны здесь, такие как визуализация графа, увеличение количества различий, перефраз названия, логлайн. Я сегодня не пыталась акцентировать и раскрывать эти техники приема, у нас с вами сегодня больше информативная встреча, а не обучающая. Но вот есть очень замечательная техника, она называется «Карта не территория, меню не пища». То есть рассказывая самому себе о той ситуации, в которую вы попадаете и пытаясь найти выходы из нее, мы уже с вами уходим из той реальности, в которой происходила эта ситуация, мы начинаем рассматривать как копию, как какой-то маленький фрагмент, выделенный специально нами. То есть это прием называется «Карта не территория, меню не пища». И занимаемся мы с вами порождающим обучением. Порождающим обучением это когда мы сами выходим на какие-то смыслы. Здесь очень важно бывает учиться системно мыслить, выходить из той замкнутой ситуации, в которую мы попадаем и рассматривать ее с разных позиций. Тогда мы будем рассматривать свои возможности, а не необходимость. Будем идти от незнания к знанию. Хотелось еще вам посоветовать в борьбе со страхами попробовать использовать технику ментальное кино в кинотеатре сознания. Дело в том, что у нас в голове постоянно прокручивается и прокручивается. Я сейчас вспоминаю одну историю. Она у меня случилась, когда мне было 6 лет. Я гуляла на улице, потом решила пойти домой. Маленькая девочка идет домой, ничего страшного нет. Она открывает дверь, я вот открываю дверь, а там две двери в подъезде, первая и вторая. Между ними маленький, маленький такой закуточек. Я открываю дверь, а там лампочка не горит. Ну ничего страшного, я такая пытаюсь а дверь тяжелая, там такая страшная пружина. Я начинаю ее дверь эту тянуть и вдруг я чувствую искрый из глаз, боль дикая, а это оказывается камень. Мальчик из первой квартиры положил на дверь камень и когда эту дверь я открыла, то этот камень ударил мне по затылку. Отсюда искрый из глаз. Я заплакала, и сквозь свой плащ я слышу смех. Смеется мальчик. Мальчик, который старше меня, лет на пять может быть, смеется. Ему так смешно. Он потом еще раз смеялся. Мы с ним как-то оказались в пионерском лагере. Я была в самой маленькой группе, но он постарше естественно. И вот как-то ко мне подбегает группа во главе с этим мальчиком, дает сверток и говорит, тебе мама конфеты прислала. Ну, маленький ребенок, он доверчивый, наивный. я разворачиваю этот сверток и вижу конфетку. Я ее разворачиваю, а там камушки. Как вы думаете, а в чем была проблема? Вот в этой истории есть скрыта проблема. Как ее можно назвать одним словом? Как бы вы назвали? Как бы вы назвали одним словом эту проблему? Эта проблема сейчас одна из актуальных. Так, доверие, ожидание, так, а я бы сказала, что это буллинг. Буллинг. Да, глупость с моей стороны, но я маленькая. Глупость с его стороны нет. Вот это не глупость, это выбранная стратегия, стратегия поведения, стратегия, где он не будет сражаться с равными себе, он будет сражаться с маленькими, он будет самоутверждаться, он будет получать какое-то удовольствие. Ну, мы можем по-разному рассматривать эту проблему. Совершенно верно, у мальчика проблема с самоутверждением. Он постоянно самоутверждался и даже со своей мамой, и поэтому они очень недружно жили, как я потом уже узнала, и потом у этого мальчика были проблемы, он даже попал в места не стали отдаленные. Но вот буллинг, он страшен, он страшен тем, что человек испытывает две градации жертва и буллер. Буллер не видит страшных снов, а жертва видит. Вот почему я эту маленькую историю, когда была совсем маленькая, вспомнила во взрослом состоянии, потому что она постоянно видимо прокручивалась у меня в голове, я постоянно ее помнила и держала, и когда я помнила ее и держала, она меня не отпускала. Что надо сделать для того, чтобы она отпустила, чтобы мы перестали быть жертвами, да перестать прокручивать эту стратегию, перестать смотреть это кино, и тогда мы уже сами себе поможем. Да, русское слово есть, но психологи они постоянно используют это насилие, травлю, совершенно верно. И сейчас очень много примеров и случаев, когда с этим сталкиваются в школе, и это очень влияет на развитие человека, ну и естественно с этой проблемой надо, мы выделили эту проблему, а дальше, а дальше, как сегодня мы с вами очень много раз говорили об этом, надо искать стратегию, стратегию, как сделать из булера нормального человека, можно ли это сделать, или же все, на нем крест надо ставить, а может быть посмотреть и выявить какие-то истоки, почему к этому шло, что там в семье, какая там семья, то здесь надо будет рассматривать это и работать. Так, хорошо, мне очень нравится, как вы пишете. А вот вопросы, какие вы хотите задать вопросы, если у вас есть? Да, согласна, согласна, не отражает. Так, а вопросы, есть у вас вопросы? Мы сегодня с вами пытаемся затронуть одну из сложнейших тем. тема заключается в том, что мы с вами с трудом можем справиться иногда с самой формулировкой проблемы, ситуации, в которой. А почему? Да, да, буллинг понимается шире, совершенно верно. Ну, символ драмы может быть есть и что-то общее. психодрамы, они рассматривают страхи. Если у Марино почитайте о психодрамах, там очень много различных ситуаций, где есть работа с этими. Девочка могла победить, если она готова, если ее воспитали как победителя, а если ее не воспитали как победителя, она не победит, на мой взгляд. Хотя может быть разные дети бывают, разные бывают ситуации. Кстати, есть очень хорошая книга «Закон победителей». Не поняла вопрос, а он не знает этого, чего он не знает этого? Что он буллер? Что он совершает насилие? Что этого делать нельзя? да, а мальчик остался жертвой. Если он становится таким человеком, он уже с одной стороны ущербный человек. И поэтому буллера, можно ли исправить буллера, несмотря какой буллер, в каком он находится в возрасте. потом если мы с вами придадим огласке его деяния, то у него выбьется почва из-под его злых умыслов. Он же из-под тяжка работает. И к нему присоединяться уже не будут те люди, которые не хотят попасть в стан жертв, мне так кажется. И он уже станет один. А когда он один на один, то перед самим собой эта стратегия уже не всегда бывает. Есть категория людей, которые с-под тяжка действуют, но он уже не мощен такой буллер. Согласна с вами Светлана, да. Нет, он с жертвой потом не подружился. Это жертва пыталась с ним, я пыталась с ним подружиться, ну добрая, наверное, была маленькая совсем. И когда он заболел, я ему дала книжку свою любимую книжку, называется «Персидские сказки». Я ее так любила, и я ему дала почитать, а он ее не вернул. Я долго искала, и уже лет через 30-40 я нашла эту книгу в кинетическом отделе, купила и с удовольствием читаю. Так, есть у вас еще вопросы? почему бабушки и дедушки и так нет часто родителей? Дело в том, что бабушки и дедушки олицетворяются с нашими истоками, они самые мудрые, они пожилые люди. И родители, они всегда в сказках было как глава семьи во всех книгах, которые были распространены на Руси, где описывалось, как должна строиться семья, главой был старший член семьи. Потом отец, отцу подчинялись дети. В общем, отец мог все, что угодно сделать. Отец мог даже ребенка убить, из-за этого ничего бы не было. А вот по отношению к отцу детей за такие деяния наказали смертью страшной. Ну, и это же сказка. Сказки обычно рассказывают бабушки и дедушки детям. И поэтому могут, чтобы быть ближе к ребенку, был какой-то контакт. Вы молодцы. Вы молодцы. Вы вовремя все сделали, Евгений. Вы молодец. Разговор сегодня у нас с вами большой, трудный. Я надеюсь, что вам он был интересен, что многие вещи вы слышали впервые. Не знаю, как вам тот анализ, который делала я, но я так думаю, что он для вас может быть во втором прочтении будет, когда будете пересматривать это видео, покажется более значимым. Мне кажется, что если мы с вами начинаем думать, начинаем анализировать, то наш диалог правого с левым полушарием обязательно даст верную стратегию. да-да-да, бабушками. Совершенно вы абсолютно правы, молодцы. А пересмотреть записи будет все. Я так думаю, что все будет в записи, вы можете посмотреть. Вы можете мне написать на эту почту, если у вас появятся какие-то вопросы. Советую посмотреть мой роман, он довольно-таки интересен, у него очень много отзывов, один товарищ написал за свои 97 ничего лучшего не читал, он правда не читал, моя одна читательница написала какой ужас, какой кошмар, сижу в метре, в метро я пока не зачитаю главу, не уйду. То есть там очень много захватывающих историй, мы пытались с сестрой выложить эти истории в занимательном варианте и пишем сейчас продолжение книга, она настолько интересна, настолько она познавательна и учит очень многим вещам, так что советую заглянуть в нее и посмотреть. Я надеюсь, теперь вы можете взлетать и начинать смотреть эти истории и другие истории, любую историю с позицией история, логлайн, то есть краткое ее содержание, с вычленением какой-то одной идеи, после того, когда вычленим эту... А вы напишите мне на почту и мы тогда с вами свяжемся, Александр. Книга, мне за нее не стыдно. Это роман, который я сама читаю, перечитываю с удовольствием и нахожу абсолютно новые, даже незнакомые, скрытые смыслы, которые я не закладывала туда. Советую вам начать думать о профессии стритейлера. Профессия это очень важная, нужная, пригодится в любое время и для общения с детьми, и для общения со взрослыми, и для общения с самим собой. Профессия востребована, оплачиваем и хорошо в будущем будет и она не дается сразу, то есть этой профессии к ней надо идти, надо учиться писать, начиная с маленьких каких-то историй, не бояться этого делать, я помню, я вот тут слайд показала с трудностями, не опускать руки, а стараться идти как можно быстрее, не боясь, что вы будете смешными, наивными и так далее. Вы идете по пути обучения, а он всегда бывает трудным. Главное начать, главное, чтобы было желание. А желание у нас с вами есть, вы сегодня пришли на этот фебинар и я вас благодарю, поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам счастья, здоровья, в познании себя, познание причин своего счастья, и это будет тогда на благо всем нам. Спасибо вам большое, если нет вопросов, то всё. Спасибо.